Накануне совершалось празднование в честь 106-й годовщины обретения мощей преподобно-мученицы Елисаветы Фёдоровны и Инны Кеневарвары. В день их памяти на месте мученической кончины святых подвижниц, где ныне находится Алапаевский мужской монастырь новомучеников и исповедников Церкви Русской, состоялась праздничная литургия. Её совершил гость из Южной Америки, почти год возглавлявший Алапаевскую епархию владыка Леонид. По благословению временно управляющего Алапаевской епархии, епископа Каменского и Камышловского Мефодия, богослужение совершил епископ Аргентинский и Южноамериканский Леонид в сослужении духовенства Алапаевской епархии, а также руководителя отдела социального служения Екатеринбургской епархии Протерея Евгения Попеченко. За литургию молились и сёстры Милосердия, для которых Матушка Елизавета является небесной покровительницей и примером служения ближним. По окончании литургии состоялся крестный ход к поклонному кресту у шахты, где были обретены святые мощи мучениц. О, безбожных учителей взываше, Господи, просим грех сей, не видят, что творят, то я молитвами к кресте Боже, ой, милые, спаси души наши. Затем в храме святыми лесоветия Варваре была вознесена молитва, после чего епископ Леонид обратился к молящимся с архипастерским словом. Владыка подчеркнул, что любовь является прекрасным плодом евангельской добродетели милосердия. Только проявляя милосердие к ближним, можно обрести любовь к Богу. И примером этого являются жизни и труды великой княгини лесоветы. Апостол любви задается вопросом, как мы можем любить Бога, которого не видим, если брата, которого видим, не любим. Ответ на этот вопрос, дорогие братья и сестры, блистательно нам дали святые преподобные мученицы Елисавета и Варвара. Конечно, невозможно возлюбить Бога, если не возлюбить ближнего. Ведь Господь, находясь на земле, проповедуя, говорил о делах милосердия. Все священное Писание, Евангелие красной нитью прошито словами о делах милосердия. Елизавета Федоровна, будучи великой княгиней, женой, дядей императора, оставила все в земном мире, облеглась в простую одежду сестер милосердия и взялась помогать тем, которые как раз вокруг нее. Как отметил владыка Матушка Елисавета, ее помощница Варвара много потрудились для того, чтобы явить миру свет Христа. И злодеи хотели уничтожить память о них. Но семена веры, которые они сеяли через дела милосердия, проросли в тех людях, которые сегодня продолжают служить Богу, помогая страждущим людям. В их числе сестры милосердия Екатеринбургской и Лапаевской епархий.